Привет, ребята! Привет, друзья! С вами вновь программа Новостенок. И мы ее ведущие Малик и Айна. Садитесь ближе к экранам, сейчас мы вам расскажем много интересного. Итак, сегодня в нашей программе. Что такое нейросеть, как работает искусственный интеллект и чем он может быть полезен в жизни и творчестве? Об этом и не только в нашей рубрике «А знаете ли вы что?». Школьника из КЧР наградили медалью Совета Федерации. Тарас Гайвраонский из Карачаева, Черкесии награжден медалью «За проявленное мужество». Несмотря на свой детский возраст, он совершил большой мужественный поступок, о котором мы его расспросим сегодня у нас в студии. Да, было неожиданно, что на меня обратят внимание после моего подвига. Школьники Черкеска прошли обучение в автобус-тренажере Школы дорожной безопасности. Что это такое, расскажет наш юный репортер. Очередные вкусные рецепты в нашей рубрике «Поваренок». Как обычно падает бутерброд с маслом, знаешь? Маслом вниз. Оставайтесь с нами, ребята. Будет интересно. Что интересного произошло за минувшую неделю в жизни школьников республики? Мы расскажем в нашей рубрике «А знаете ли вы что?» Поехали узнавать. Что такое нейросеть? Как работает искусственный интеллект и чем он может быть полезен в жизни и творчестве? В этих вопросах разбирались воспитанники Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» в рамках специально организованного для них мастер-класса. Подростки работали с нейросетью, которая по текстовому запросу и описанию рисует картины. Они узнали основы ее работы и поняли, как правильно делать запрос, чтобы получить желаемый результат. По итогам мастер-класса дети получили не только новые знания, но и поняли, что нейросеть – это не что-то далекое и сложное. Они увидели, что работать с нею можно научиться и дома, и для этого не обязательно иметь специальное образование. В Черкесске прошла спартакиада среди школьных учителей и воспитателей детских садов республики. Показать свое мастерство, но уже не педагогическое, а спортивное. В Черкесске собрались представители всех муниципалитетов КЧР. В одном строю и молодые учителя, и их опытные коллеги, отдавшие школе не один десяток лет. Таким образом, они подают пример молодым коллегам, что физкультура и спорт укрепляют не только здоровье, но и коллектив. Соревнования проходили по четырем видам спорта – волейбол, стрельба, дартс и настольный теннис. И везде одна задача – не просто участие, а победа. Сам турнир прошел на территории Центра поддержки талантливых детей и молодежи «Спутник» в доброй и веселой атмосфере. Как стать депутатом, построить политическую карьеру и быть полезным обществу? На эти вопросы смогут ответить по окончанию учебы участники организованного молодой гвардией проекта «Школа молодого политика». Ученики школы смогут встретиться с известными в регионе политиками, руководителями министерств, а также с выдающимися личностями современности. Спикеры будут делиться с молодежью опытом и знаниями. Сейчас государство предоставляет молодым и активным гражданам массу возможностей для самореализации. Впрочем, победа в конкурсах помогает ребятам не только принести пользу обществу, но и заявить о себе. «Школа молодого политика» учит молодежь не только написанию проектов, но и знакомить с базовыми знаниями в ведении политических компаний, сотрудничеству по СМИ и так далее. Кстати, темы для лекций и семинаров участники школы могут предлагать и сами. Важно, что уже на первом занятии ребята показали свою вовлеченность и полны желания быть причастными к жизни родного города и республики. Проблемы с запоминанием есть у многих школьников. Сегодня мы дадим вам несколько советов для улучшения памяти. Первое. Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться в одно и то же время. Деятельность сна для школьника должна составлять 8-10 часов в сутки. Второе. Питайтесь правильно. Употребляйте больше продуктов, богатых омега-3, жирными кислотами, таких как рыба, орехи и семена. Третье. Тренируйте мозг. Играйте в игры, которые требуют решения задач и использования памяти. Например, кроссворды, головоломки, игры на логику и запоминания. Четвертое. Улучшайте навыки чтения. Чтение помогает улучшить способность к запоминанию, так как оно стимулирует воображение и позволяет лучше понять и усвоить информацию. Пятое. Записывайте информацию. Запись информации помогает лучше ее запомнить, так как активирует процесс запоминания. Шестое. Используйте мнемотехники. Это техники, помогающие запоминать информацию, такие как создание ассоциаций, использование рифм и картинок. Седьмое. Учите стихи и песни. Заучивание стихов и песен помогает также развивать слуховую и зрительную память. Восьмое. Общайтесь с людьми. Общение с другими людьми стимулирует мозг и улучшает память. Школьника из КЧР наградили медалью Совета Федерации. Тарас Гайворонский из Карачаева, Черкесии награжден медалью за проявленное мужество. Тарас живет в поселке Медногорский. В январе этого года он спас на пруду двух 11-летних ребят, которые провалились в воду, катаясь на льду. Ранее за свой поступок Тарас был награжден медалью МЧС России за спасение погибающих на водах, а также получил звание юный спасатель Карачаева, Черкесии. Подробности расскажем далее. Тарас Гайворонский. Юный застенчивый парень, который, как и все подростки в свободное время, любит поиграть в телефон и смотреть телевизор. Большое количество друзей и любящей семья окружают Тараса, которой он безмерно дорожит. На первый взгляд обычный 13-летний парень. Но нет. Несмотря на юный возраст, на его груди блестят три ордена. Вот первая медаль, а это я спасал двух мальчиков на воде. Это мне вторая медаль, а это за заслуги. Третью медаль мне вручали в Москве. Спас двух мальчиков на воде. Казалось бы, ситуация из поучительного детского мультфильма про опасные зимние забавы. Но нет. Это реальность. Тарас Гайворонский из Метногорска в январе этого года спас на пруду двух 11-летних ребят, которые провалились в воду, катаясь на льду. Из-за своих героических поступок Тарас был награжден медалью МЧС России за спасение погибающих на водах. А также получил звание юный спасатель Карачаева Черкесии. Вместо того, чтобы позвать взрослых, он ринулся на помощь сам. У меня не было выбора идти за взрослыми. Я их просто спасал. Я в своих глазах видел страх. Ощущал я ничего, потому что я вообще не думал. Я просто делал. О произошедшем Тарас не рассказал маме. А все потому, что думал, что нет в этом ничего особенного. В его понимании это сделал бы каждый, кто очутился бы на месте. Спустя месяц маме поступил звонок с приглашением на вручение медали за проявленное мужество в Москву. Она не сразу поняла, о чем идет речь. Мои первые эмоции были, это, конечно, растерянность, потому что это были переживания, это был страх, потому что он же сам мог погибнуть. Потом это была, конечно, гордость. Это был потом, конечно, плач, эмоции. Награду отважный школьник получил в присутствии председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 10-й торжественной церемонии награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Мероприятие прошло в рамках всероссийского гражданского патриотического проекта «Дети-герои». Поездка в Москву сопровождалась увлекательными экскурсиями и прогулками, которые Тарас запомнит надолго. Распоряжением председателя Совета Федерации медалью за проявленное мужество награждается Тарас Гайворонский. Страна знает и чтит своих героев. История Тараса послужит большим уроком как и для тех, кто любит покататься на льду, так и примером для подражания. Ребята, сегодня мы пригласили Тараса к нам в студию. Несмотря на свой детский возраст, он совершил большой мужественный поступок и нам есть на кого равняться в силе духа и мужестве. Пойдем встречать! Ребята, встречайте! Тарас Гайворонский – настоящий герой. Сегодня у нас в гостях. Привет! Здравствуйте! Привет, Тарас! Поздравляем тебя с наградой на самом высоком государственном уровне. Ты официально получил звание юный спасатель КЧР, а еще награжден медалью за спасение погибающих на водах. Расскажи, как ты себя чувствуешь после этого? Ты горд собой? Я собой горд. Еще горды за меня родители. Было ли неожиданностью для тебя получить такое внимание к себе? Да, я был в... Неожиданно, что на меня обратят внимание после моего подвига. Герой – это всегда про поступок. Вспомним тот день, когда чуть было не случилась трагедия, но ты ее предотвратил. Расскажи, как это было и при каких обстоятельствах? Ну, я гулял с другом. Увидел, как два мальчика бегали по пруду. Они решили подойти друг к другу поближе. Вдруг под ними провалился лед. Они упали под воду. Они начали просить о помощи. Я подбежал к ним, снял куртку. Начал тянуть их руками. У меня не получилось, потому что подо мной начал ломаться лед. Я взял палку, начал их вытаскивать на расстояние. Я их вытащил и довел до дома. Почему ты принял именно такое решение, а не какое-нибудь другое? У меня, наверное, не было выбора просто делать какое-нибудь другое решение. Расскажи, вот нам трудно представить, каково это зимой в ледяной воде. Что ты чувствовал в первые минуты? У меня не было никаких мыслей. Я просто делал, не думая. Каковы были риски, связанные с твоим подвигом? Риски были большие. Они могли утонуть, и я их мог бы и не вытащить из воды. Какие навыки и качества тебе понадобились для успешного выполнения спасания? Ну, наверное, спорт. Ну, все. О чем лично для тебя говорит эта ситуация? Как она на тебя повлияла? Она повлияла на меня никак, ничего не изменилось во мне. Как бы ты теперь обратился к своим ровесникам, пренебрегающим правилами безопасности? Ну, я бы сказал бы им, что делать так нельзя, и как надо себя вести в этой ситуации. Как бы ты теперь обратился к своим ровесникам, пренебрегающим правилами безопасности? Ну, я бы обратился к ним сначала подумать о своей безопасности. Будьте осторожны на льду, на дороге и на зданиях. Ведь каждая ситуация, которую вы рискуете, может закончиться для вас плачевно. Расскажи про свою поездку в Москву, где тебе вручили еще одну очень важную медаль – за проявленное мужество. Как все проходило? В этом году было все торжественно. Там было много уважаемых людей, которые тоже получали награды за свои подвиги. Еще было очень много детей, таких же, как и я, дети-герои. Мы были в Дании, в Совете Федерации. Вручал мне награду сенатора Крым Казаноков. Еще я общался со спикером Валентиной Матвеенко. Она мне давала напутствие и добрые пожелания. В этом году к награде Совета Федерации представлено более 200 детей и подростков из 60 регионов. И ты среди них. Расскажи, чем отличились другие ребята? Интересно же знать, на что способны дети. Там было два брата. Они, когда летели в самолете, у них не раскрылись шасси. Они приземлились, и у них загорелся самолет. Они помогли вылезти всем пассажирам, и залезли на самолет, и вызвали помощь. Еще там был мальчик Рамазан. У них загорелся соседский дом. Он забежал в дом, вытащил бабушку через окно. Когда остальные взрослые, решили зайти в дом. Еще там был мальчик Тимур. Он в 5 лет вытащил своего друга из проруби, когда они там гуляли и катались на водружках. Был еще мальчик, который гулял просто по улице. Увидел, как двухлетний ребенок ходил по окну и упал из окна, зацепился за карниз. Мальчик залез по сточной трубе и закинул ребенка обратно в окно. Залез в дом и разбудил мать. Это действительно настоящие герои. Не каждому хватит силы духа, чтобы совершить такие поступки. Кстати, как дома отнеслись к твоему героическому поступку? Я рассказывал маме, и она отреагировала с неожиданностью. Я сказала, что бы ты сам провалился под лед, что бы с тобой вообще было. Я сказала, что я не думал, что делал, я просто их спасал. Мама сказала мне, что ты молодец, и я горжусь тобой. У многих мальчишек и девчонок впечатление, что на геройство способны только избранные. Не каждому по плечу совершить подвиг. А как ты сам считаешь? Я считаю, что не каждый может спасти человека. Но надо просто быть смелым и ничего не бояться. Что бы ты посоветовал другим людям, которые сталкиваются с подобными испытаниями? Я бы сказала, что ничего не боитесь. Будьте добрее, будьте смелее. Если человек в какой-то беде, то протяните ему руку помощи. Как ты относишься к своим наградам? Что они для тебя значат? Для меня награды означают мою ценность. То, что эти подвиги сделал я. Твоя жизнь изменилась после этих подвигов? Если да, то как? Ну, моя жизнь, да, изменилась. Меня начали узнавать в школе учителя, ученики. Еще был один случай, когда я ехал в метро и уснул. А была там мама и два ребенка. Они узнали меня по телевизору, дети-герои. Хотели сфотографироваться, но я тогда спал. А теперь про учебу. Как ты успеваешь в школе? В школе я успеваю учиться на четверке, на тройке, на пятерке. Любимый предмет в школе? Любимый предмет в школе – это история, общество, знания, технология. Наверняка у тебя есть какие-то увлечения. Расскажи о них. У меня есть увлечение заниматься спортом. Я занимаюсь ММА. Кто является твоим кумиром в героизме? На кого ты пытаешься равняться? Я пытаюсь равняться на своего отца. Он спускается каждый день под землю и работает в шахте. Кем планируешь стать в будущем? Я в будущем хотел бы стать спасателем. Как выглядит твоя мечта в достижении? Где бы ты еще хотел себя проявить? Я хотел бы себя проявить в своей профессии как спасатель. Я хотел бы оказать помощь и помогать людям. У нас есть небольшая викторина. Готов? Да. Любимый досуг в выходные? Игра с телефоном. Сова или жаворонок? Сова. У тебя много друзей? Очень. Что ценишь в дружбе? Честность. Какой твой любимый цвет? Черный. Имя любимой учительницы преподавателя? Ничего, это все не главное. Хотел бы совершить кругосветное путешествие и почему? Да, хотел бы узнать, что происходит в других городах, поселках. Любимое блюдо? Добашнее педвение. Любимый напиток? Кола. Любимое время года? Лето. Любишь ли ты с домашних животных и есть ли они у тебя? Да, я люблю домашние животные. У меня есть кот Феля. Как и чем помогаешь маме по дому? Уборкой. Что предпочитаешь, велосипед или самокат? Самокат. Спасибо, что был сегодня у нас в гостях. Будем следить за твоими успехами. До свидания. Пока-пока. Ребята, помните, правила безопасности важны везде. На воде, в лесу, на дороге. Недавно школьники Черкеска прошли обучение в автобус-тренажере Школа дорожной безопасности. Эта уникальная программа была разработана специально для детей, чтобы помочь им научиться правилам дорожного движения. А что еще интересного узнали дети, расскажет наш юный репортер Эдик. Привет, ребята. Все мы знаем фразу «безопасность превыше всего». И это не просто выражение, это слова, которым должен прислушиваться каждый участник дорожного движения. Сегодня на базе центра «Спутник» проходит обучение по основам правилам дорожного движения. Обучение школьников прошло не просто за партами и учебниками. Ребята проходили интересные задания, правильно переходили через дорогу на пешеходном переходе. А самой увлекательной частью стал автобус-тренажер, где детям рассказали о важности пристегивания пассажира. Кстати, это единственный тренажер в России такого типа. У нас был с нами пассажир, был Жора, который не был пристегнут. У него большие увечья, вы видите, травма руки, головы, колени, ну, то есть очень большие травмы получил. Вы поняли, о чем мы говорим? Обязательно, чтобы не попадать как Жора, мы обязательно пристегиваемся, хорошо? Вам понравилось, детки? Кроме того, автобус укомплектован генератором дыма. Детям показали и рассказали, как правильно эвакуироваться при задымлении или пожаре из маршрутного транспорта. Привет! Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о данном мероприятии. Мне очень понравилось. Самое неожиданное было это в автобусе, когда он начал нас трясти. А что было поподробнее в этом автобусе? Да, мы посмотрели там мультик про смешальки и там показали, как нельзя себя вести в автобусе. А было страшно? Какие впечатления ты испытывала? Мне было страшно. А как ты думаешь, такое мероприятие было важно? Оно было очень важным, так как мало ли что может случиться, а так ты будешь знать, как себя вести и что нужно будет делать. А что у вас было в этом автобусе? Просто вы все вышли на эмоциях. Вот мне тоже интересно. Мы посмотрели мультик, у нас спросили, куда вы хотите съездить? Ну, мы ответили, допустим, в Москву. И тут нас резко дернули. Мы испугались, потому что думали, что упадем. Но ремни безопасности были очень крепкими и хорошими. В завершении мероприятия каждый школьник получил в подарок тематические раскраски, познавательные памятки и светоотражающие элементы. А на этом все. Наше мероприятие подошло к концу и закончилось оно на позитивной ноте. Ребятам раздали светоотражающиеся наклейки и памятки. Самое главное – соблюдайте правила дорожного движения. А теперь наша самая любимая рубрика. Поваренок учит нас не просто любить еду, но и вкусно ее готовить. А главное – полезно. Смотрим, что же на этот раз приготовили девчонки. Здравствуйте, ребята. С вами вновь программа «Поваренок». Я ее ведущая Альмира и моя помощница Олеся. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы будем готовить снова вкусные завтраки или, может быть, это даже просто легкий перекус и десерт. Сегодня мы приготовим сладкий сэндвич. Расскажи ребятам, из чего будем готовить, как будем готовить, что у нас сегодня есть на столе. Мы намажем на хлеб сливочное масло, пожарим его. Потом, когда он поджарится, намажем на него немного сгущенки и выложим колечками бананы. Красота! Очень вкусно, должно быть сладко и витаминно. Но, в первую очередь, сковородка, кстати, у нас уже разогревается. Вот мы ее пока в сторонку отставим чуть-чуть. Пока нам необходимо смазать маслом хлебушек. Вот два кусочка. Это же сэндвич, поэтому хлеб у нас для сэндвичей, правильно? Все логично. Теперь, можешь взять нож и хорошенечко смазать маслом оба кусочка. Ты можешь не очень много масла наносить, ну, как получится. Можешь кусочками, да. Ты можешь, да, вот. И затем, как обычно падает бутерброд с маслом, знаешь? Маслом вниз. Маслом вниз мы будем выкладывать наши бутерброды на сковородку, для того, чтобы получилась вкусная сливочная зажаристая корочка. И вот этой корочкой вовнутрь мы будем формировать сэндвич. Аппетитно? Да. И звучит, и думаю, будет и выглядеть тоже аппетитно. Мне тоже так кажется. Первый кусочек можешь отправлять уже на сковородочку. Давай ее вернем на место. Включим плиту снова. И зажариваем. А пока первый кусочек зажаривается, ты можешь смазывать маслом второй. Любишь бутерброды с маслом? Да. А сегодня это не только бутерброд с маслом, но еще и с витаминами, с полезными углеводами, которые насыщают нас на весь день энергией, да, банан. Слышала, наверное, да, про такие свойства фрукта? Кстати, по поводу фрукта. Я ведь могу тоже заняться чем-то полезным. Вот я могу почистить банан и порезать его на колечки. Можно на колечки, можно порезать такими длинными овальными колечками тоже, да, колечками. Вот такими вот. Мне кажется, так будет даже лучше. Смотри. Как считаешь? Да, длинный. Неплохо, да? Угу. Так. И будем укладывать. Сегодня начинкой для сладкого сэндвича будет у нас непривычный там сыр, мясо или рыба. А сладости. Да. Как там хлебушек наш? О, посмотри, какая красота. Какая красота. Следующий кусочек отправляй туда же. Все. Как шлепиться. Да. Я думаю, что, наверное, нам не понадобится весь банан. Он, скорее всего, не уместится. Первый кусочек хлеба уже готов. И мы можем выложить его. Ты знаешь, мне кажется, что было бы неплохо его потом еще уже готовы обжарить с двух сторон на сухой сковородке. Как ты думаешь? Сделаем так? Да. Давай. Вот так вот мы прямо по ходу приготовления меняем правила, да? Так и должно быть. Это же кулинария. Давай, поднимаем, да? Вот он, симпатяшка. И пока отставим в сторонку сковородку. Сгущёнка. Сгущёнка. Да. Чуть-чуть можешь. Много не накладываем. Много не выкладываем, потому что сгущёнка жидкая. А ты знаешь, да, вот эти бутерброды коварные со сгущёнкой, когда она вытекает через мелкие дырочки по рукам. А вообще любишь сгущёнку? Ну, да. Ем иногда. С блинчиками, да? Чаще всего мы кушаем с чем сгущённое молоко? С блинчиками, салатушками или с сырниками. А сегодня вот такой ещё вариант. Сэндвич. Я вообще иногда в какао или в кофе добавляю. Да ты что? Да. Тоже отличная идея. Так вот я люблю сгущёнку. Здорово. Ну вот теперь у тебя ещё есть один рецепт, который можно использовать дома регулярно. Смотри, как ты считаешь? Неплохо получается? Да, очень даже и красиво. Мне тоже так кажется. Всё? Ничего страшного. Это кухня. Здесь всегда можно вытереть стол, помыть руки, помыть посуду. Я возвращаю сковородочку на огонь. Наша задача плотно прижать. Это, кстати, наверное, будет удобнее сделать на доске всё-таки. Накрывай. Так. И хорошенько утрамбуй. Ручками. Вот. Супер. А теперь обжариваем. Он шипит. Да. Сейчас мы чуть-чуть прижарим с обеих сторон до хрустящей аппетитной корочки и разрежем. Как принято, знаешь, как принято разрезать сэндвич? Вот так. Да, по диагонали. Именно так мы и поступим. Так. Первый. Красиво? Да. Очень аппетитно. И пахнет, чувствуешь? Бананом. Мне уже захотелось поскорее попробовать. Да. Вот всегда говорю, что можно приготовить вкусную и полезную еду из самых простых продуктов. Совершенно необязательно быть шеф-поваром, чтобы вкусненько поесть. Правда? Ну да. Красота? И выкладываем на тарелочку. Давай. Как ты считаешь нужным? Положи. Так будет красиво. Да, очень красиво. И можно даже вот так вот выложить кусочек банана. Лепесточком. Да? Угу. Можно пробовать? Да. Ну давай. Прямо тает во рту. Вкус должен получиться таким сливочным, нежным. Да? Да, очень нежно. Десерт удался. Рекомендуем нашим телезрителям? Да, конечно. Обязательно приготовьте по нашим рецептам. Это и выглядит аппетитно. Ну и на вкус тоже очень вкусно. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Пока. Пока. Дорогие ребята, наш сегодняшний эфир подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Хотите, как и мы, вести программу новостенок или быть ее гостем? Тогда вам всего лишь надо заявить о себе и своих достижениях. Пишите нам на электронную почту дети собака.х.24.ру К своим письмам прикладывайте анкеты и портфолио с достижениями в любой сфере. На этом у нас все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!